Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Сегодня с вами мы начинаем читать книгу Тавита. Эта книга не каноническая, то есть не входящая в иудейский канон. Но перед тем, как мы прочитаем эту книгу, давайте мы разберемся, кто ее написал, когда ее написали, где ее написали, почему она не каноническая, какие существуют рукописи. Ну и, в общем, разберемся с теми вопросами, которые называются исогогические. Исогогика – это наука, которая сообщает нам вводные сведения о той или иной библейской книге, или вообще всей Библии в целостности. Итак, книга Тавита – книга неканоническая. Что значит книга неканоническая? Значит, ее нет в иудейском каноне, в том каноне, который признают иудейская синагога. Почему так? Почему так? На самом деле, еще до Рождества Христова было большое количество книг, которые считались библейскими. Но, в конце концов, уже после Рождества Христова, иудеи окончательно сформировали этот канон, то есть этот список книг, которые действительно считаются библейскими. Этот список не взялся на пустом месте. Действительно, еще до Рождества Христова были книги, которые точно считались библейскими, то есть вдохновенными от Бога. Но часть книг было вот такое промежуточное состояние. Кто-то их считал богодухновенными, кто-то не считал. И вот когда возникла церковь и произошел раскол между церковью и синагогой, стал вопрос о тех книгах Ветхого Завета, которые действительно являются вдохновленными от Бога, являются каноническими. И вот иудеи сформировали такой список, и христиане, чтобы у них была возможность общаться с иудеями, находить общий язык, а общий язык мог быть только на каком-то одинаковом списке книг, сказала, что вот есть книги, которые читаются и в синагоге, и в церкви, и есть книги, которые читаются только в церкви. Вот те книги, которые читаются только в церкви, это и есть те самые неканонические книги. Постепенно сложилось представление о том, что это за книги, какое к ним отношение. И церковь в лице святых отцов, святых соборов постановила, что эти книги могут читать те люди, которые готовятся к крещению. Их можно читать в храме, но вот книги канонические читают уже люди, которые приняли крещение. Книга Тавита – одна из таких неканонических книг. Она была написана, естественно, еще до Рождества Христова. И отношение к этой книге, к книге неканонической, было такое достаточно интересное. С одной стороны, понятно, говорили, что эта книга неблагодухновенная, но ее достаточно часто цитировали. Цитировали отрывки, которые вошли в христианскую нравственность. Например, «Милостный от смерти избавляет и может очищать всякий грех». Эта цитата повторяется несколько раз. Следующее выражение. «Тайну царевую прилично хранить, а делах божьих объявлять похвально». Или еще одно место. «Давай алчищему от хлеба твою и нагима от одежды твоих, и от всего, в чем у тебя избыток, твори милостыню». Ну и еще одна цитата, которая очень похожа на золотое правило нравственности. «Что ненависти тебе самому, того не делай никому». Понятно, что вы узнали в этой фразе то же самое, что говорит Господь наш Иисус Христос. Кто же написал эту книгу? Значит, понятно, что ее написал Иудей. Но вот кто конкретно, неизвестно. Потому что в самой книге нет упоминаний об авторстве. Один из отечественных исследователей считал, что эту книгу написали потомки Тавита. Но это тоже предположение, потому что есть даже мнение, что да, сам Тавит написал эту книгу. Потому что там были такие упоминания, есть такие упоминания в книге, где можно понять, что вся эта история была записана. Вот. А теперь вопрос о времени. Значит, сначала нужно определить, когда происходят вот эти события, описанные в этой книге. И в книге есть четкие указания, когда это происходит. Значит, это дата 722 год, тогда, когда Павла Самария и евреев из Северного царства увели в Иссирийский плен. Упоминается разрушение Невии в 612 году. И дальше упоминается восстановление Иерусалимского храма, которые были в 20-е годы 6 века. То есть вот эти даты упомянуты. Но из самой книги видно, что сама она была написана позже, не в это время. Почему? В этой книге, как и во многих неканонических книгах, встречаются исторические и географические неточности. Например, здесь говорится о том, что Тавид из колена Нефалимова был уведен в плен царем Салманасаром. Но на самом деле туда, в этот плен, увел тот царь, который был до Салманасара. Его звали Теглат-Паласар. Это было немножко раньше. Значит, еще одна такая несуразность говорится о Синахериме, который был преемником Салманасара. Но на самом деле это не совсем так. Синахерим был преемником Саргона. И между Салманасаром и Сирибом есть исторический промежуток. Дальше говорится о том, что Ниневию захватил Налуху Доносор. Но Ниневию захватил не Налуху Доносор, а его отец. Ну и есть еще кое-какие такие исторические неточности, несовпадения или пропуски. Говорится, например, также, что Иерусалимский храм восстановлен. Но ничего не говорится, как евреи живут в это время. И поэтому исследователи считают, что эта книга была написана где-то в 3-2 веке. Еще при завоевании Святой Земли греками. Но еще до Маковейского восстания. Или до гонения от Антиоха Епифона. Есть такое предположение. Тут есть кое-какие моменты. Например, упоминания греческих монет. Еще, которые свидетельствуют об этом времени. Но есть другие исследователи, которые считают, что эта книга была написана еще позже. То есть, она была написана где-то во 2-1 веке. Когда начались гонения от сирийцев. Точнее, от Антиоха Епифона на евреев. И гонения на Тавита. Это такое отражение тех самых гонений. И как Тавит во время гонений был благочестив и сохранял истинную веру. Так и евреи должны тоже сохранять истинную веру в этих гонениях. То есть, две датировки. Датировка 3 века и датировка 2 века. Ну или даже 1 века. Есть, конечно, мнение, что это было написано во времена Тавита или его потомков. Но это уже тогда 6-5 век. Но есть мнение даже, что эта книга была написана после Рождества Христова. Но, скорее всего, все-таки это либо 3 век, либо 2. Значит, на каком языке была написана эта книга? Эта книга дошла во многих переводах. Для нас самый главный, конечно, греческий перевод. Потому что на него ссылались святые отцы, когда толковали эту книгу. Но на каком языке эта книга была первоначально написана? Ну и как бы исследователи в 19 веке сходились во мнении, что она была написана все-таки на каком-то из семитских языков. Либо еврейском, либо арамейском. Это два родственных языка, на них евреи разговаривали. Все это продолжалось до середины 20 века, пока в Кумране не нашли рукописи. Но и там, было тоже очень интересно, нашли несколько рукописей арамейских и одну рукопись еврейскую. И вот спор все-таки продолжился. Какая была первая, то есть арамейская рукопись или еврейская? То есть кто был первым? Ну и исследователи чаще всего говорят, что все-таки было на арамейском написано. Понятно почему, потому что 3-2 век, тогда уже евреи начали говорить на арамейском языке. Что еще можно сказать немножечко об этой книге? Существует несколько версий истории Тавита. С разными подробностями. Есть покороче версия, есть подлиннее версия. В русском переводе текст следует за греческой версией. И именно его мы будем читать. Но это будет уже в следующий раз. Спасибо за внимание. Мы с вами поговорили о общих сведениях, вводных сведениях про книгу Тавит. Меня зовут Дмитрий Крючев-Добыкин. Мы были с вами на библейском портале Экзегет. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...